Здравствуйте, меня зовут Агеева Елена. Тысячи заполненных анкет, видео и фотографий. Пять камер, работающих практически в круглосуточном режиме. На общественном телевидении России проходят кастинги ведущих новостей. Соискатели проходят испытания без шпаргалок, пересдач и знакомств. На кастинг ведущих новостей может попасть любой. Я вообще первый раз в жизни на честных основаниях пришла попробовать свои силы. Очень страшно. Мне очень страшно, я боюсь, и у меня голос дрожит, все трясется, надо или отдышаться, или что-то прогуляться. Заданий всего три. Рассказать о себе, прочитать новость и ответить на вопросы. Некоторые ответы о современных событиях поражают. Так неожиданные новости рассказали конкурсанты о Сергее Магнитском. Сергей Магнитский, находясь в прекрасном месте Камбоджи, поругался с местными рыбаками. Кислотой плеснули в лицо. Он был отравлен и погиб в Соединенных Штатах Америки. Сергей Магнитский был недопущен от выезда из Великобритании. Сергей Магнитский – это ребенок, которого усыновили в Америке. И ребенок был заперт в грузовике по недосмотру американских родителей. Он полетел на самолете в Польшу. Он издал неверный указ, о котором свидетельствуют нынешние митинги в Москве. С ним все в порядке. Участники кастинга приезжают со всей России. Однако элементарные вопросы и школьные программы по географии оказались по силам далеко не всем. Куда впадает Волга? Амурский залив? Либо Дунай. Нет, не Дунай, конечно. Впадает. В Волгу впадает, в Венесей. В океан. Никуда. В Ярославль. А, в Венесей. Впадает она в Каспийское море, если мне не изменяет память. Наверное, сказал ерунду. А вот что такое чистолюбие, по мнению участников кастинга. Дайте определение понятию чистолюбия. Человек, привыкший к порядку. Человек, который ухаживает за собой, который следит за собой. Чистота и порядок вообще по жизни, во всех своих делах. То есть на рабочем месте, в одежде, в семье. Во-первых, это нужно мыть руки, умываться, чистить зубы и содержать себя чистым и опрятным. Генерального директора общественного телевидения России Анатолия Григорьевича Лусенко такое печальное положение дел не удивило. По его мнению, про белых знаний говорят об уровне образования и престиже журналистики в стране в целом. Мне грустно. Журналист должен быть грамотным, любопытным и любоснательным человеком. И журналист должен читать. Читать как можно больше. Нужно черпать знания из книг, а не из Википедии. К счастью, среди участников кастинга есть люди, знающие, куда впадает Волга и что такое чистолюбие на самом деле. Нормально, более-менее, зачитал новости, но я не был готов, что будут такие энциклопедические вопросы. Вроде процентов на 80 из них ответил, но завал с Ткачевым, это, конечно, для меня был шок. И какая форма правления в Испании. Мне придется эти вопросы, наверное, сейчас погуглить, потому что они мне не будут давать покоя. Мы ему чистолюбие. Кастинги на общественном телевидении России продолжаются. Шанс попробовать себя в роли ведущего информационных программ на новом телеканале пока есть у каждого. Надо искать, выбирать людей, понимать, что эти люди могут работать и заставлять их работать, и заставлять их учиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова